На обустройство Алаколя потратят 2 миллиарда тенге. Местные власти начали понимать всю привлекательность и выгоду туризма в этой зоне. Ежедневно здесь отдыхают и загорают около 30 тысяч людей. Для них подтягивают не только сервис, но и уровень культурных программ. Впервые на берегу озера организовали Open Air ITES. О перезагрузке Алаколя далее в материале. Пожалуй, редко совместишь приятный отдых у воды с полезным ликбезом. Но организаторам Open Air ITES удалось совместить их. Это как раз тот случай, когда тебя не выставят за свободный дресс-код. Зрителей в купальниках, майках и панамах у ITES-керов еще никогда не было. Такой своеобразный формат, когда фонограмма, шум воды и детские крики – в новинку и для самих аквинов. 14 аквинов со всей страны из Уральска, Актобе и других городов съехались сюда. Мы здесь поднимаем много вопросов. В первую очередь – любовь к родине, историю страны, развитие нашего туризма и проблемы сельского хозяйства. Любителей Айтыса оказалось немало. Несколько сотен отдыхающих одновременно слушали аквинов и любовались красивым закатом позади сцены. Сюда едут туристы со всех уголков страны. Все чаще казахстанцы предпочитают лазурным зарубежным берегам свои, не столь дорогие, да еще и лечебные. В чистой воде почти вся таблица Менделеева. Мы рассчитываем, что на Алаколь в этом сезоне приедет отдыхать миллион человек. Только за день сюда приезжает 25-30 тысяч человек. Мы сейчас основательно возьмемся за благоустройство и озеленение территории. На это выделяется 2 миллиарда тенге. Мы потратим эти деньги на обустройство Арбата, детского парка и асфальтирование 10 километров прибрежной линии. Праздник в этот день был и у шести ребят из села Кабанбай. Это отличники и самые талантливые школьники аула. За это им решили целый год выплачивать стипендии на расходы. Без финансовых подарков не остались и акины. Крупные суммы достались призерам, а небольшие денежные призы – остальным участникам. Кстати, айты с на берегу Алаколя планируют сделать доброй традицией.